Путешествие – это не только способ увидеть мир, но и уникальная возможность отдохнуть от повседневных забот, расслабиться, восстановить свое здоровье и получить заряд энергии на многие месяцы. И хасанские активисты, участники Центра активного долголетия, знают это наверняка. Ведь уже на протяжении многих лет они регулярно путешествуют по городам России. В этом году у нас уже празднуется 10-летний юбилей поездок в рамках проекта «Твой выбор – Россия». Нужно сказать, что в этом году у нас было 4 поездки. Открыли мы год поездками в Москву. Было 2 поездки в Москву, на выставку ВДНХ. Затем мы ездили на Алтай. Спустя несколько месяцев после Алтая деятельные пенсионеры и ветераны труда, хасанские активисты снова организовали группу и отправились в очередное путешествие. Их выбор пал на Беларусь. Несмотря на то, что они там уже были в 2021 году, решили вновь посетить эту удивительную и красивую республику. Мы посетили очень много исторических мест, естественно, все культурные места – и Минска, и Бреста, и Барановичи. Еще в ряде других городах мы встречались с местным фольклорным ансамблем. Мы посещали музеи, мы посещали религиозные объекты. Это как и костелы, так и православные храмы. Но такие поездки носят не только экскурсионный характер. По сложившейся традиции наши общественники всегда организуют встречи с ветеранами-единомышленниками. У нас была встреча с ветеранами в городе Бресте, Герои Бресте, крепости Герои Брест. Опять-таки в состав ветеранской организации со стороны города Бреста входили люди, которые были на первый раз на встрече с нами. Потому что мы тоже проводили встречу первый раз в Бресте. И вот в составе делегации были и участники прошлой встречи. Одна из них – учительница из Барабаша, которая в свое время, муж был военнослужащим, работала в Барабаше. Она вспомнила многих своих учеников, знакомые фамилии, ну, в общем-то, пообщалась. В Бресте ветераны провели памятный митинг в память о Героя Советского Союза Сергея Никаноровича Бамбурови. Он похоронен в Бресте, потому что наш герой-пограничник прошел всю Великую Отечественную войну и, освобождая небольшой польский город, был там смертельно ранен. И похоронен вот именно в парке 1 мая в городе Бресте. И мы всегда там проводим митинг. Это стало нашей традицией. Возлагаем венки, минута молчания. Эта поездка останется в памяти хасанских активистов надолго. Ведь каждое путешествие – это как очередная страница большой книги под названием «Жизнь». Белоруссия – ну вот братская, родная республика. Мы там себя чувствуем как дома. Если Бог даст здоровье, можно еще съездить. Там не устаешь восхищаться людьми, природой, чистотой, порядком. Очень красивая республика. Все, кто имеет такую возможность, поезжайте в Белоруссию, не пожалеете. Тем более, что у нас, благодаря нашей просьбе, когда мы встречались, значит, видеообращение к Владимиру Владимировичу Путину, вот именно наша организация добровольцев, так сказать, пенсионеров, мы попросили сделать прямой рейс, и эта наша просьба была услышана. И такой прямой рейс существует раз в неделю. Но на Белоруссии хасанские активисты не остановились и практически сразу по приезду отправились в очередную поездку. На этот раз в Хабаровск. Там для них была организована большая культурная программа. Мы были в прекраснейшем музее, железнодорожный музей, музей Хабаровского моста. Этот мост более 100 лет уже, с удивительной традицией. И есть наверху мост, и есть под землей мост. Мы были в трех музеях. Краеведческий музей имени Градекова. Мы были в художественном музее. Мы увидели подлинники, икон 17 века, 13 века. Мы увидели картины голландцев. Настоящий подлинник. Это было для нас удивительно. И мы были в музее вооруженных сил, где познакомились и с современной техникой, и с орудиями, и с древними. Удивительно. А еще в Хабаровске путешественники встретились с коренными нанайцами. Они познакомились с их бытом и культурой. Удалось им побывать и в Хабаровском музыкальном театре. Мы были на спектакле знаменитого Хабаровского музыкального театра, который, к сожалению, сгорел. Мы получили такое удовольствие, такое веселье. Это тоже стало нашей традицией. Где бы мы ни были, мы всегда стараемся посетить театр. Хасанские активисты уже вернулись из путешествий. И, конечно же, по традиции, они все вместе собрались в Центре активного долголетия. Где, как будто снова проживая, эмоции от поездок делятся воспоминаниями. Путешествовать – это здорово, ведь впечатления остаются на всю жизнь, говорят пенсионеры. Поэтому они стараются понемногу откладывать деньги, чтобы скопить на новую поездку. Я сейчас, мне уже в настоящее время ничего не надо. Поэтому я буду себя посвящать этому. Собирать, откладывать и буду ездить. Пока здоровье мое позволит. Их выбор – путешествовать, узнавать что-то новое и получать только положительные эмоции. Ну а мы будем ждать от них новых историй из разных городов России. Владислав Евдокимов, Виктория Беляева. Новости Славянки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова